Привет, друзья! Хабиб Абдулманапович Нурмагомедов — боец смешанных единоборств, родом из Дагестана, получивший среди спортсменов прозвище «Орёл». Он выступает в UFC в лёгком весе. После боя с Эллом Яквинтой в апреле 2018 года спортсмен стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом. Но перед тем, как мы начнём, подписывайтесь на наш канал и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живёт Хабиб Нурмагомедов и сколько он зарабатывает. Хабиб родился 20 сентября 1988 года в традиционной аварской семье из небольшого дагестанского горного селения Сильди. Практически все местные мужчины были потомственными борцами, не стали исключением и родственники Хабиба. Его отец Абдулманап Нурмагомедов — мастер спорта по вольной борьбе, чемпион Украины по вольной борьбе и самбо, брат отца — чемпион мира по самбо 1992 года. Дядя по материнской линии — титулованный борец-вольник. Неудивительно, что и Хабиб и его младший брат Абубакар, который младше Хабиба на полтора года, пошли по стопам именитых родственников и с ранних лет увлеклись борьбой. Они тренировались вместе. Абубакар также стал профессиональным бойцом. Выступает World Series of Fighting. Их первым тренером стал отец, который чуть ли не с пелёнок готовил сыновей к бойцовскому рингу. С трёх лет Хабиб начал осваивать элементарные борцовские элементы, а в пять лет уже вышел на ковёр. Когда мальчику исполнилось 10 лет, семья перебралась в Махачкалу. Там у отца появилась возможность набрать собственную группу из молодых талантливых спортсменов, в число которых вошёл и Хабиб. До 15 лет он особо не отличался от других мальчишек. Ходил в школу, регулярно посещал тренировки, часто дрался с дворовыми ребятами. В какой-то момент Хабиб хотел устроиться охранником, чтобы зарабатывать деньги, но вся семья выступила против. «Спорт, — говорил его отец, — это тоже работа, причём тяжёлая, и профессиональный спортсмен не должен думать, как заработать на пропитание, иначе он никогда не дойдёт до вершины», — говорил Хабиб. Становясь взрослее и сильнее, парень стал выделяться на фоне своих соперников, и отец-тренер понял, что его старший сын — уникальный самородок, которому под силу заставить заговорить о себе весь мир. Отец, хорошо подумав, решил прежде отправить сына на дзюдо к заслуженному тренеру России по дзюдо Джафару Джафарову, который обучил Хабиба навыкам бросков из мира дзюдо. Школа Джафарова по сей день считается одной из сильнейших школ дзюдо в России. Так, около двух лет Хабиб занимался под руководством Джафарова, становясь ещё более разносторонне развитым спортсменом. Абдулманаб Нурмагомедов больше делал ставку на дзюдо и видел сына будущим чемпионом на татами, но позже он осознал, что Хабиб — потенциальный лидер в смешанных единоборствах. Кроме того, парень и сам больше тяготел к боевому самбо. Самбистами были и его кумиры — Фёдор Емельяненко, Рустам Хабилов, Рустам Мухтаров, мастерством которых он не перестаёт восхищаться до сих пор. У каждого из них талантливый боец смог чему-то научиться, а благодаря стараниям отца, который дал ему прекрасную начальную подготовку и внушил веру в себя, спортивная карьера Хабиба уверенно устремилась ввысь. Многим в настоящее время известен видеоролик, где Хабиб Нурмагомедов поочерёдно со своим братом борется с маленьким медвежонком в горах. Данный ролик многих зарубежных бойцов повергает в шок и приводит в восхищение тем, как искусно и с огромным желанием детишки играют с опасным, хоть и маленьким хищником. Хабиб рассказывал, что в детстве ему на руки попались видеозаписи боёв без правил, и после их просмотра ему захотелось попробовать себя в этом виде спорта. В 2005 году Хабиб начал заниматься боевым самбо под руководством своего отца. В этом виде спорта он достиг больших высот, становился чемпионом России и двукратным чемпионом мира по боевому самбо. Пройдя большую любительскую карьеру в самых разных видах спорта, в 2008 году Хабиб перешёл в профессиональные смешанные единоборства, которые за океаном к этому времени были очень популярны и набирали большие обороты. За неделю до своего 20-летия, 13 сентября 2008 года, Хабиб дебютировал на профессиональном поприще, выступив в Полтаве на турнире CSFU Champions League против азербайджанского бойца Вусала Байрамова. Данный бой стал первым победным боем в карьере Хабиба, на котором Хабиб уже на третьей минуте первого раунда удушающим приёмом заставил сдаться своего оппонента. На этом череда побед только началась и продолжается по сей день. Хабиба Нурмагомедова отличает от всех бойцов выносливость, отличная база вольной борьбы, высокий уровень навыков грепплинга, в котором он становился чемпионом мира по версии NAGA Grappling. Хабиб обладает уникальным профессиональным рекордом 28-0, он не проиграл ни одного раунда в своей карьере. А в бою против Абеля Трухильо на тот момент хорошего перспективного бразильца перевёл его в портер за три раунда аж 21 раз, что вошло в историю UFC как самое большое количество тейкдаунов за один бой. В 23 года Нурмагомедов стал самым молодым российским бойцом в истории UFC. Говоря о дебюте в UFC, Хабиб стал первым россиянином Лиги UFC, который прорубил окно в лучший промоушен для всех российских спортсменов, благодаря своему рейтингу и титульным боям. Американцы сразу же оценили мастерство Хабиба. С этого момента ему дали прозвище «Орёл». Он провёл на главных рингах мира множество боёв, каждый из которых закончился его триумфом. Символом бойца стала чабанская шапка. Так он выражает гордость за свой народ и преданность традициям. Сильнейших соперников, таких как Глейсон Тибау июль 2012, Камал Шаларус январь 2012, Тиаго Таварес январь 2013, Хабиб смог уверенно отправить в нокаут и одолеть с помощью своего фирменного удушающего приёма. 2014-2015 годы выдались нелёгкими для спортсмена. Он получил несколько сложных травм и выбыл из строя, хотя и сохранил статус непобеждённого. В 2016 году он триумфально вернулся на ринг, уверенно одержав верх над Даррелом Хорчером. Бой с Майклом Джонсоном окончательно подтвердил высокий уровень подготовки российского бойца. Американец недооценил противника и потерпел поражение в третьем раунде. Судья был вынужден остановить бой, так как Хабиб использовал болевой приём. Джонсон не смог даже попросить остановить бой. Несколько раз срывался бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Они должны были встретиться на ринге летом 2014 года, но планы сорвала травма россиянина. В апреле 2016 года встреча не состоялась уже из-за травмы Фергюсона. Бой перенесли на март 2017 года. И вновь провал. Перед взвешиванием Хабиба госпитализировали с подозрением на камне в почках. 7 апреля 2018 Хабиб должен был наконец встретиться на ринге с Тони Фергюсоном, но бой опять отменили. В 2017 году Хабиб провёл единственный бой, но очень зрелищный. 30 декабря 2017 года в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 219 Хабиб Нурмагомедов одержал убедительную победу над бразильцем Эдсоном Барбозой. 8 апреля 2018 года Хабиб Нурмагомедов победил американца Элла Яквинта и стал чемпионом UFC в лёгком весе и первым чемпионом UFC из России. Поединок продлился все пять раундов, в течение которых доминировал Хабиб. Долгожданный бой с МакГрегором, который всё-таки состоялся 6 октября 2018 года, завершился победой дагестанца. В первом раунде преимущество было за Хабибом, использовавшим свой фирменный бойцовский захват. Второй раунд тоже прошёл под лидерством Нурмагомедова. В третьем раунде бойцы встретились в стойке, МакГрегор нанёс несколько ударов сопернику, но было видно, что он измотан, и в итоге очередной захват дал результат, и МакГрегор был повержен. После боя Нурмагомедов напал на спарринг-партнёра Коннора Дилана Денниса. В этот момент в клетку вошёл секундант Хабиба и боец UFC Зубай Ратухугов и начал драться с МакГрегором. В итоге Хабиб покинул зал в сопровождении полиции, а пояс чемпиона ему так и не вручили. Хотя Хабиб позже извинился за своё поведение. А далее президент UFC Дэйна Уайт заявил, «Если дисквалификация будет длительной, то, вероятно, мы лишим его титула. Конечно, будут санкции. Парень, который прыгает ногами в толпу, больше не будет драться здесь. Сомневаюсь, что Хабибу вообще ещё раз дадут визу после такого поведения». Свою личную жизнь он старается никого не посвящать, поэтому до сих пор окружающие не видели лица его жены Патимат, тщательно скрываемого за плотной паранжой. С Патимат Хабиб познакомился ещё в школьные годы. Уже тогда между молодыми людьми возникли чувства симпатии, но обстоятельства сложились не самым благополучным образом. К 23 годам Хабиб, тогда ещё начинающий боец UFC, разобрался в своих чувствах и попросил руки Патимат у её старших родственников. В 2013 году влюблённые сыграли свадьбу, а Патимат известно, что она родилась в том же селе, что и Хабиб – Сильди, Цумадинского района Дагестана. Они познакомились ещё в детстве, вместе сидели за партой в сельской школе. Позже семья Нурмагомедовых решила перебраться в Кироваул, а затем и в Махачкалу. Ну а Патимат он не забыл. В 2013-м Хабиб отправил отца к родителям Патимат-свататься. Свадьба была пышной – более 1200 человек гостей. В июне 2015 года у Хабиба родилась дочь, 30 декабря 2017 года. Родился сын, а 22 декабря 2019 года в семье родился третий ребёнок – мальчик. Во время длительного пребывания за границей, Хабиб тренируется в США, жену оставляет дома. Она будет мешать моей подготовке. Можно будет как-нибудь поехать на отдых, но в период подготовки, к примеру, женщины или клубы мешают. Ты не должен думать ни о чём другом. Если хочешь чего-то добиться, ты должен только тренироваться, спать и кушать. Во всём должен быть режим, а жена будет ждать дома и молиться за меня, – пояснял он. Хабиб исповедует ислам. Он строго придерживается всех правил, положенных для правоверного мусульманина. «Я никогда не курил и не пил. Не потому, что я спортсмен и веду здоровый образ жизни, а потому, что это запрещает моя религия. Я мусульманин, и ислам запрещает пить, курить, ходить в ночные клубы. И в боях мне религия помогает, особенно в психологическом плане. Только она меня может уравновесить. И поражение, и победу даёт только Всевышний. И поражению я тоже буду радоваться. Я всегда спокоен. Может, это и есть ключ к успеху, что я всегда надеюсь на Всевышнего и к любому исходу готов», – указывал спортсмен. Он регулярно совершает с братом паломничество в Мекку и строго соблюдает все основные заповеди Корана, в том числе не проводит бои во время Рамадана. «Для меня пост в Рамадан важнее любого боя», – говорил Хабиб. На апрель 2020 года был запланирован бой Нурмагомедова и Фергюсона, но из-за пандемии коронавируса он не состоялся. В апреле 2020 года отец и главный наставник Хабиба попал в больницу с воспалением лёгких. Позже выяснилось, что он заразился коронавирусом. Сначала его лечили в Дагестане, но местные специалисты не смогли выбрать правильную тактику и Абдулманапа перевели в Москву. А 3 июля Абдулманап Нурмагомедов скончался, что стало большой утратой для всех его родных и близких. Такие успехи в спорте отразились и на финансовом состоянии Хабиба Нурмагомедова. Так, 31 августа 2015 года он подписал эксклюзивный спонсорский контракт с Рибак, а в рейтинге 40 самых успешных звёзд России до 40 лет 2020 он занимает почётное первое место с доходом за год 16,5 миллионов долларов. Когда Нурмагомедов дебютировал в UFC в 2012, то заработал 16 тысяч долларов за победу над Камалом Шаларусом. А уже в 2019 году за бой с Дастином Парье заработал больше 8 миллионов долларов, плюс бонусы от продаж платных трансляций. В целом же, за свою карьеру спортсмен заработал в районе 100 миллионов долларов. Об этом стало известно во время разговора, когда Абдулманап Нурмагомедов побеседовал с миллиардером Игорем Рыболовлевым о состоянии сына и заработках бойцов ММА. Интересный факт. После победы над Даррелом Хорчером весной 2016-го дагестанский бизнесмен Зиевудин Магомедов подарил Хабибу Mercedes-AMG GTS, который, правда, вскоре разбил кто-то из окружения Нурмагомедова. Если вам понравилось наше видео, но вы ещё не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока!